Каждый человек способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен. Эта простоватая истина, изреченная капитаном милиции в фильме «Бриллиантовая рука», очень точно характеризует самого актера, исполнившего знаменитую роль. Станислав Чекан не раз проверял себя, на что он способен, чтобы преодолеть испытания, которые выпали ему на жизненном пути. Я могу перекреститься в двухподовой гире. Органичен, ироничен, очень силен, и какая-то шла энергия от него. Его выразительное лицо было словно Чеканина на экране. Крупные резкие черты запоминались навсегда. Вот именно. Мощная, самобытная личность. Но за этой могучей фигурой скрывался ранимый человек. Большой ребенок, вечный максималист, не потерявший способность мечтать и любить до самого последнего часа. Станислав Ельянович был человеком очень стеснительным в жизни. Очень мало рассказывал о себе. Мы собираем худсовет, чтобы вспомнить роли, которые сыграл в кино актер Станислав Чекан, и выбрать лучшую из них. Расчет к орудию! Расчет к орудию! Расчет к орудию! К 1968 году Станислав Чекан сыграл без малого 40 ролей в кино. Но только небольшая роль капитана милиции в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» принесла ему настоящую популярность. В печенке чую клюнула настоящая рыба. В нем очень большая была мужская харизма. Его простоватое деревенское лицо стали узнавать везде. В магазинах, на улицах, в транспорте. Многим, если сказать, Станислав Чекан, не все знают, к сожалению, кто это. Но если сказать, вот этот человек в «Бриллиантовой руке» – это мой дедушка, а-а-а, так вот оно что! На съемочной площадке в Чекане души не чаяла вся группа. Он приходил, даже если в этот день не был занят в съемках. Он был душой съемочной группы. Коллеги его называли «Человек с атмосферой». Станислав Леонидович был такой большой, он и внутри был большой, широкий. Он разговаривал очень громко. Ноги ему лето! Ура! Ура! Но мало кто из коллег и зрителей знал, какая необычная судьба была за плечами у этого громкого человека. Принято считать, что Чекан – донской казак. Он действительно вырос в Ростове на правом берегу Дону. Но его отец, Юлиан Чекан, был родом из бедной белорусской деревни, где жили белорусы, поляки, литовцы. Военную службу Юлиан Егорович начал в царской армии, где получил профессию повара. Поваром он был и после революции, сначала в Белой армии, потом в Красной, а закончил службу в 1-й конной армии Буденова. Во время службы он встретил и полюбил на всю жизнь Матильду Ивановну, которая была моложе его на 10 лет. Ее мать была немкой, а отец – знаменитым литовским пивоваром. Всегда бабушка говорила про дедушку Стасика, что удивительно, как он смотрится чисто типичным русским человеком, такой огромный русский мужик, а при этом у него не было ни капли русской крови. Ветра революции забросили молодых супругов в Ростов. Там и родился Станислав, а через 10 лет – его брат Володя. Когда Стасику не исполнилось и 15-ти, отца арестовали по доносу. Его осудили по сфабрикованному делу об отравлении бойцов Красной армии, ведь он был поваром, да еще и поляком. А через неделю арестовали маму, как жену врага народа, да еще и немку. Младшего Володю забрали в детский дом, а Станислава – в трудовую колонию для детей врагов народа. Позже он часто вспоминал, что у него был один путь – в уголовнике. Если бы не чудо. В колонии был драм-кружок, и его руководительница рассмотрела в запуганном подростке талант. В 16 лет Чекан получил паспорт и отправился в Ростов, где поступил в театральное училище на курс режиссера Завадского. Будущий руководитель театра Моссовета в те годы возглавлял Ростовский театр имени Горького. Дожидаясь своей очереди держать экзамен, Стасик увидел худенького, скромного деревенского паренька в косоворотке и подумал – вот его и меня не примут точно. Вечером объявили. Приняты двое – Чекан и тот самый паренек – Сережа Бондарчук. Уже потом они встретились снова, Бондарчук с Чеканом, в Москве, потому что Бондарчук поступил в Афгик и писал ему письма. Приезжай, мол, в Афгик тоже, давай со мной. Они называли друг друга братьями. Но в кино Бондарчук своего друга так никогда и не снял. Переехав в Москву, Чекан стал актером Центрального театра Красной Армии. Первый эпизод в кино сыграл в 1946 году. Но по-настоящему заметную, хоть и маленькую роль, получил только в 30 лет. Итак, наш худсовет начинает работу. Сегодня ему предстоит обсудить пять ролей, которые сыграл в кино Станислав Чекан, и выбрать лучшую. В 18-м заседании худсовета принимают участие народный артист России Александр Панкратов-Черный. Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов. Актриса Марина Дюжева. Кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко. Критик, историк кино Александр Шпагин. Худсовет начинает заседание с обсуждения роли пограничника Марченко, которую Станислав Чекан сыграл в фильме режиссера Константина Юдина «Застава в гараж». И вводить мое положение. Ночь, темнота, а на той стороне огонь, так и полыхает. Ну, думаю, неспроста это, так и жди чего-нибудь. И точно. Только я подумал, чую, кто-то ползет. А я только на огонь смотрел. Ну, ничего, он не бачит, не крови перед глазами. Чую, ползет ближе. Я, конечно, стой. Он лег. Он лежит, я стою, стою и жду, пока ко мне зрение воротится. Ну, круги походили, походили перед глазами, прошли. Лежу, тигр. Большой? Ну, самый обыкновенный, такой вот уборочный, сверенец. Никакой разницы. Да неужели никакой разницы? Можешь, клетки нету, ты все разница. Ну, просто замечательно. Десять разница небольшая. Ну, это просто фильм моего детства. Это, ну, что вы. И вот появляется вот такой пограничник, встретивший тигра. Какая достоверность в этом все. Вот мы сейчас все смотрим, там одну передачу, вторую. Там смешные шоу, там смешные шоу. Я так редко смеялся. А тут без улыбки на это смотреть нельзя. Ну, и что же вы стали делать? Так. Выразился. Так. Это в каком же вы устаю вычитали? Ну, так кроме тигра никто не слышал, товарищ старший лидер. Ну, и что же тигр? Утек. Он так хорошо рассказывает эту историю встречи с тигром, которого он обматерил, и тигр убежал. Причем все смеются вокруг. А он же не смеется. Ничего, нисколечко. Он рассказывает это и верит, что так оно и было. Советский, видимо, сибирский уволень такой, или хохол. Ну, не случайно, провинциаль. Провинциал. Что такое провинциал в советском кино? Это человек, который должен говорить на «гэ». Через некоторое время, через лет 20, это уже будет обыграно как мем Винокуром, персонаж которого исключительно будет говорить на «гэ». То есть простак, провинциал. Бог, ясно, что не москвич и не интеллигент. Вот эта лакуна была занята Чеканом. Это первая роль Чекана, и он тут еще свободен от штампов. И в нем есть перспектива того, что это может быть интересный драматический актер, и есть какая-то перспектива. Он здесь достаточно живой. И на него, в общем-то, интересно и смешно наблюдать, потому что наивный, ограниченный, но очень исполнительный зульдат. И он говорил всегда, говорит, Саша, а он же здоровый был, высокий. Он говорит, Саша, я, говорит, всегда ищу слабость. Потому что, говорит, видят, что я здоровый, сильный. Всегда, говорит, надо найти, что я слабый. И он это искал всегда в роли. Вот застава, да, в горах, нет, чтобы такой мощный мужик, нет, маечку надел. Причем маечку такую, чтобы ручки вот висели. Вот тут он такой типичный, хороший советский человек. А это не так просто сыграть хорошего советского человека. Со стержнем, наивного. Когда показывали такое кино, вот про таких пограничников, я верил, что наша граница на замке. На съемках заставы в горах Чекану снова повезло. Знаменитый режиссер Константин Юдин, на счету которого были такие фильмы, как «Девушка с характером», сердца четырех, близнецы, рассмотрел в Чекане большой потенциал и пригласил его на главную роль в свой следующий фильм. Об этом рассказывала жена Станислава Чекана Нона на вечере памяти актера в 1995 году. И вот тогда Константин Юдин, увидев, как они там, было жарко, это было в Токмине на юге, они были под водопадом, он очень пристально смотрел на Станислава. Чего он так на меня смотрит, думает Станислав? Потом Константин Юдин подошел и говорит, слушай, у тебя такая фигура, не хотел бы ты сыграть вот Поддубного. Я Поддубного, я же не боролся никогда. «Да ничего, мы тебе дадим замечательного тренера Александра Григорьевича Мазура, и ты сыграешь Поддубного». И он действительно сыграл Поддубного. Я требую, чтобы борец, допустивший бесчестный поступок, был лишен права участия в состязаниях. С образом Поддубного Чекан ассоциировался много лет. Если борцовским приемом ему пришлось учиться специально, то характером и фактурой он был очень похож на своего героя. Если уж гульнуть, поругаться, то уж с размахом. Я спрашиваю, кто повесил царя? Кто? Этой своей статью Чекан был обязан матери, Матильде Ивановне. Ростовская родня в шутку называла ее «доброй слонихой». Она, как и муж, была поваром и кормила своей стряпней пол Ростова. Она была очень сильная женщина. С детства, почему-то помню эту рассказ, что кто-то при ней поперхнулся. И она взяла этого человека за ноги, потрясла, и выпал кусочек хлеба или что-то такое. То есть она была очень крупная, очень сильная женщина. В 41-м Чекана призвали на фронт. И снова ему повезло. По статистике, из молодых людей его года рождения призывали практически всех. А вот вернулся с фронта только каждый третий. В первый же год Чекан был ранен в ногу, и его списали во фронтовой госпиталь. Это и спасло ему жизнь. После войны Чекан дружил с актерами-фронтовиками. Юрий Никулин посвятил ему рассказ в своей книге почти серьезно. Несколько раз он бывал у нас дома, мы по-моему встречались. Это очень тепло к людям относилось. И ко мне, к человеку маленькому тогда, сидели и выпивали, и разговаривали, и шутили, и оставили анекдоты. Песня особого флотского экипажа, отдавшего свою жизнь. В Кейтаунском порту, с товаром на борту, Жанета оправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, На берег был отпущен экипаж. Балагоры и добряка Чеканы в кино часто использовали как хмурого молчуна и подлого типа. Я с ним встретился в фильме «Два билета на дневной сеанс». Он был настоящий. Он был очень настоящий в своей роли. И у меня такое ощущение, что он ничего не играл, он просто такой. И во всех фильмах, в которых он снимался, пусть даже эти короткие какие-то роли, небольшие, он всегда был очень убедителен и очень правдив. В 1966 году Станислав Чекан сыграл роль уголовника с необычной фамилией Сабадаш. Эту его работу в фильме «Два билета на дневной сеанс» обсудит наш худсовет. Дурной крови много, лечить надо. А ведь не пташка ты, дятел. Сток, 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 сток. С линявой конфеткой купили. Да что вы, дешевка, крестный. Хирургически, только хирургически. Крылышки укоротим, порхать не будешь. Шучу я. Я эти самые шутки до ужаса люблю. Перейдем к делу. Это давняя картина. И здесь он живет в кадре. Ему интересно. Ему интересен молодой артист Сбруев. Ему интересен сюжет. Он средний нормальный актер. Это такой кирпичик в фундаменте какого-то общего здания. Он только не актер центрального плана. Что значит средний? Где эта линейка, по которой меряют? Средний он или не средний? Или глубокий? Он убедителен. Убедителен. Он остался в памяти у меня на всю жизнь. Остался. Что значит средний? Ну, может, чуть плюсанул. Чуть-чуть может. Может быть, насчет этого. С ножечком. Ну, зритель при этом, когда заточка к горлу приставляется, зритель должен вздрогнуть. Если он сделает это мягче, то зритель скажет, ну и что. А здесь нужно напугать зрителя. Он никак не плюсует. С моей точки зрения, он идет в жанре. Ну, насчет плюсу, я не знаю. Это же... Я не сталкивалась лично с бандитами, слава богу. Я не знаю, как они разговаривают. Саша мне как-то говорил, когда я с ним в кадре стоял, мне страшно становилось. Потому что настолько убедителен он был, что веришь, что действительно может и убить, и все же. Потому что он действительно был убедительный актер. Но в этом тоже есть... Вот все равно есть юморок в глазах. То есть у него есть какая-то отстраненность от персонажа. На него интересно смотреть. Не скучно. Вообще, основная задача актера, чтобы зрителям не было скучно. Ну, а дальше вы сами осматриваете. Не люблю я этих ужасов царизма. Бывайте. Рост и стать Чекана всегда были поводом для шуток. Тем более, что его жена Нонна была совсем маленькой. А рядом со Станиславом смотрелась просто крошечной. Бабушка про него говорила, что Чекан на меня смотрел с любопытством, как слон смотрит на маленькую умную собачку. На войне во фронтовом театре Чекан познакомился с художницей Тиной Мазенко-Белинской. После войны они приехали в Москву и стали жить в гражданском браке. Чекан играл в Центральном театре Красной Армии, снимался в кино и стал узнаваемым артистом. Нонна подрабатывала в музее Достоевского недалеко от театра. Однажды они встретились. Потом еще раз закрутился роман. Она же его была младше на 15 лет. Они познакомились, когда я была 17, ему 32. И он был уже известным актером. А в адилитерии узнала гражданская жена Тина. Хитростью она пригласила Нонну в дом, где они жили с Чеканом, устроив им очную ставку. Чекан так возмутился этим поступком, что в ту же секунду собрал свои нехитрые пожитки и ушел из дома. Идти было некуда, только к Нонне. Та жила в коммуналке с мамой и бабушкой. Но делать было нечего. Знаменитый артист квадратным метром предпочел любовь. Приходит мама с работы. На кухне у них сидит известный артист Чекан Станислав. И дочка ее говорит, вот с нами теперь будет жить Чекан. Вот так. Станислав и Нонна прожили 35 лет, пока смерть Чекана не разлучила их. Она, искусствовед по образованию, работала в системе кинопропаганды. Бережно хранила все, что было связано с творчеством мужа. Он звонил ей после репетиции и говорил, Нонна, я еду. Это значит, через час, через полчаса должен быть накрыт стол. Она знала о Чекане все. Зрители видели на экране очередного неприятного типа. А Нонна понимала, что за этим образом стоит конкретный человек, которого Чекан вспоминал в работе над ролью. В фильме «Вступление» в роли капитана Чекан явно ссылается на историю своего детства. Через два года после ареста маму Стасика, Матильду Ивановну, освободили. Станислав был уже в Ростове. Вместе они разыскали младшего брата Володю. А отца вызволили из лагерей с помощью Буденного, который его помнил по годам службы. Когда мама вернулась, они со Стасиком пошли в свою комнату в коммуналке. И там выяснилось, что ее занял тот самый стукач, по доносу которого были арестованы родители. Соседи разрешили матери с сыном ночевать в ванной. И каждый вечер они видели, как открывалась дверь их комнаты, в которой стояла их мебель, и даже на стенах были детские рисунки Стасика и Володи. А новый хозяин комнаты делал вид, что не узнает их. Детские воспоминания о том неприятном типе и легли в основу роли, сыгранной Чеканом в 1962 году. Худсовет программы «Короли эпизода» продолжает заседание. На очереди обсуждение роли капитана в фильме режиссера Игоря Таланкина «Вступление». Здоров. Ну, садись, в гости будешь. Вот человек пьет водку. Видно, что водку пьет. Что умеет это делать. Потому что иногда сейчас так... Ешь, сынок. И пить не умеют, и на экране тоже. Куда же это? Ничего. Давай, рубай, компот. О, вот это вот жест. Вот так у меня отец открывал бутылки. Мне довольна. Честное слово, мне довольна. Ну, что значит довольна? На то и праздник, чтобы выпить. Правда, не могу больше. Ну, а если я отчим попрошу? Он так против себя настраивает. Он так против себя. Вот смотришь на эту женщину и думаешь, ну, как ты можешь, красавица. Ну, просто вот, ну, принцесса, сидеть, вот, что тебе? Неужели так одиноко? Неужели до такой степени одиноко? Все, что он делает, это ужасно. Ну, и это надо уметь сыграть. Вот вызвать такой, по крайней мере, вот у меня такой, просто аж смотреть неприятно. Он умел молчать в кадре. Вот это вот очень важно. И не потому, что в сценарии слов мало его персонажам давали, вот. А вот паузы, вот он молчал. Вот, и отрабатывал, вот, как он выпивает, как он запивает. Это для актера, это очень-очень-очень важно. Когда природа подарила такое лицо, там, кроме таланта, вот, ему можно молчать. И ничего не... Вот, и он эти плечи развернул. И знаешь, вот, а, тем более играет человека жуткого. И становится страшно за эту хрупкую Нину, за этого мальчика. Вот мне страшно за эту девушку, на которую он так смотрит. Понимаешь? Вот мне за нее страшно. Средняя-то артистка? Да что это? Может быть, некоторые скажут, да с таким лицом и делать ничего не надо. Нет. Делать всегда что-то надо. Если человек с одним лицом, он в одном фильме будет, в другом. А там 50-70 фильмов не будет никогда. Он здесь прекрасный, драматический актер. Удивительно точный, с реакцией. Видно, как с ним хорошо работает режиссер, и как точно он чувствует партнершу. Очаровательную, зажигательную, нежную, влюбленную. И вот этот дуэт, он настолько великолепен, что ты смотришь его с удовольствием, с наслаждением. Добродушный, веселый, легкий, открытый, исключительно с положительным обаянием чекан загнан именно в это полуотрицательное пространство. Но, с другой стороны, как бы больше практически некому было таких и играть. Тем более, вся фактура его свидетельствовала о том, что вот, это идеальный исполнитель подобных ролей. В 60-м году у Станислава и Нуны родился сын, которого они назвали Сергеем. Чекан занимался воспитанием сына со свойственным ему во всем энтузиазмом. Человек кипучей энергии. Он старался, чтобы и сын был в его повторении. Но чем старше становился Сергей, тем очевиднее было, что второго чекана, весельчака и балагура, из него не получается. Они были очень разные люди. Разные как-то изначально. Сережа больше, видимо, взял от мамы. Она Сергеевна рассказывала про него. Он муху не мог обидеть. Как-то он заплакал однажды от того, что какого-то жучка где-то раздавили. Он приближался слезами к маме, что вот раздавили жучка. Чекан старший не понимал, как это может быть, чтобы мужик, мой сын, не был похож на меня. Сергей тоже стал артистом. Но его карьера в кинематографе не сложилась. Лучшие годы пришлись на период без времени и в кино. Когда даже у знаменитых артистов не было работы, что уж говорить о начинающих. Война не шутка. Лев Толстой зря говорить не будет. Там всему Суворову учиться. Быстрота, стремительность, натиск. Зато он много занимался дубляжом. На его счету несколько сотен озвученных художественных и анимационных фильмов. В чем он сумел повторить отца в точности, так это в слабости к алкоголю. Конечно, ни старшие, ни младшие чеканы не были горькими пьяницами. Но время от времени и тот, и другой злоупотребляли, доставляя немало тревог близким. Но она мне все время говорила, никогда не надо выяснять отношения. Это ужасно. Я думаю, что это потому, что, может быть, она и хотела бы выяснить отношения, но с Держкой Стасиком это было почти невозможно, я уверена. У них были конфликты. И она очень тоже сильная духом. И она его тоже строила. Иногда Нонне приходилось даже закрывать мужа дома силой. И тогда на помощь приходили изобретательные друзья чеканы. Звонили, например, в дверь, она смотрела в глазок, там, милиционер, например. Она открывала дверь, залетает компания, подхватывает чеканы и, значит, выносит его. Компании, застолья, песни под гитару – все это было важно для широкой души чеканы. Мы с Сережей жили отдельно, а приезжали на семейные обеды. Это вообще было принято еще со времен родителей Станислава Ильяновича, чтобы все собирались за столом, друзья, родственники, говорили о чем-то, долго кушали, было все вкусно, это все было долго, выпивали, соответственно. Когда Станислава не стало, сын очень тяжело переживал потерю. Свои проблемы младший чекан обильно заливал вину. В один из таких хмельных дней, через 10 лет после смерти отца, он выпал из окна своей квартиры на 11 этаже. Желтая пресса объявила это самоубийством, но родные уверены, что поводов сводить счеты с жизнью у Сергея Чекана не было. Дочь Сергея и внучка Станислава Чекана Полина в 2012 году закончила театральное училище имени Щепкина и сегодня работает в театре Ленком. Так как все по папиной линии у меня уже там, да, и папа, и бабушка, и дедушка, у меня все время ощущение, что они мне там помогают. Полина работает в нашем театре, играет несколько приличных ролей, и мне бы хотелось, чтобы этот клан продолжался бы. Пришло время худсовету обсудить четвертую роль Станислава Чекана. В картине 1964 года «Верьте мне, люди» он сыграл уголовника-рецидивиста Батея Каина. Его партнером по эпизоду был Кирилл Лавров. «Я ломокал, слетали глухие проклятие» «Распелся». «Кури» тут ты понимаешь что это жуткая сила от нее страшно и плохой артист средний артист этого сделать не может ты понимаешь это ну как бы сказать это данность данность природа тоже талант вот бог ему дал такое и вот такое он играет хоть откуда снимай хоть затылка хоть три четверти все понятно задумал чего можете задумал мне теперь все трин 32 дня осталось а там чистый паспорт прописка в могиле они тебя пропишут постоянно поэтому каждый день уже сильно силу деньги дают в америке каждые четыре минуты на лед поэтому и страна богатая все ух подсняли чеканы здесь снизу чтоб он уж совсем монстром выглядел но правильно это уже не просто пузырь земли а это действительно самый страшный гад уголовник постепенно как мы видим чекан переходит во все более и более резко отрицательные роли то есть он уже играет не просто людей мутных и непонятных но уже откровенных мерзавцев вор угрюмый тут надета маска раз и навсегда леха овчарки абсолютно заданность образа абсолютная маска абсолютная одинаковость и ну очень то примитивность в какой-то степени и вот эта картина я думаю одна из тех немного картин которая пошла ему во вред на будущее особенно потому что ну понятно что это типаж а типаж он редко бывает интересен для развивающихся ролей да вот его к сожалению к сожалению вот его использовали так если это отрицательство это отрицательство сразу знак а почему он это делал чтобы зритель вот запомнил сразу вот этого злодея это спрещур глаз все потому что роль маленькая актеру хотелось всегда так много сказать все равно он смотрит вроде бы как сейчас не то что нас пугает а такой преступник преступник а посмотрите какие искорки в глазах есть вот искорки какие-то которые тебя с ним все равно примеряют ушли с возрастом дало себе знать ранение в ногу полученное на войне здоровье ухудшалось и ему пришлось уйти из театра в конце восьмидесятых не стало и ролей в кино однажды чекан печально сказал но мне мне уже не нужно жить профессия ушла а с ней ушло все однако внутренне он сопротивлялся своей вынужденной пенсии и оставался актером до последних дней пока у него был хотя бы один зритель ему было важно чтобы мы послушали как он читает свое любимое произведение лермонтова демон и вот он усаживал нас здесь собственно в этой комнате читал нам несколько раз потом требовал каких-то замечаний обсуждений однажды ему внезапно стало плохо вызвали скорую и пока она ехала случилось то в чем но она увидела плохой знак она все время опоминала про разбитое зеркало как говорят что это к смерти к несчастью вот она именно в момент когда они там ждали скорой она разбила зеркало в больнице выяснилось что он тяжело болен диагноз лейкоз ему не стали об этом говорить только делали уколы как будто для профилактики 11 августа 1994 года его не стало в гроб мужу но на сергеевна положила маленькую книжечку лермонтова но на чекан пережила мужа на 20 лет и ушла из жизни в 2014 году ну пора братцы заканчивайте пятая роль которую обсудит худсовет самая известная работа чекана в кино это роль капитана милиции в комедии леонида гайдая бриллиантовая рука я никак не рассчитывал что он гипсом так точно товарищ полковник наверное мне бы надо не надо он согласился согласился теперь у меня такое предложение а что если стоит ясно тогда может нужно не нужно понятно разжить и хотя бы вот это попробуйте какой замечательный фильм если бы вы знали сколько его ругали когда он вышел как его только не обзывали а фильм пережил все времена и до сих пор остается одним из любимых фильмов нашего времени тут все есть и биография есть в этой наколке и сила и мощь и ты понимаешь что вот с таким не пропадет наш герой не оторвут ему руку на этого человека можно положиться на это мне гайдая уже рассказывал что говорит вот стасика пригласил на этого милиционера сыграть там значит все вот и он говорит а можно говорит татуировку сделать он говорит почему почему он говорит ну я же почти милиционер такой говорит полутайный вот может быть я горит и был подсадной уткой в лагерях в тюрьме и сделал татуировку вот придумщик был такой вот я думаю семён семёныч каждый человек способен на многое но к сожалению не каждый знает на что он способен все вот это разобрана на цитаты вся его роль по моему а роль то не не такая уж чтобы большая и чтобы вот так вот и и раздербанить как она выглядит ага ясно вот типичная переходная роль чекана потому что он играет с одной стороны совершенно правильного хорошего и честного советского мента а с другой стороны мента который вынужден подделываться части здесь под уголовником скажите вы хорошо это прикрепили не беспокойся алкаш не сорвешь а теперь снимите посмотрите она его здесь принимает за преступника а ведь как часто чекан относится к числу типичных артистов штампа но многое зависит еще от от партнера вот тут трофимов прекрасный актер тончайший умный четкий и мордюков и чекан вдруг разве раскрывается несколько с другой стороны и смешной и умный когда у него интересный партнер это он начинает оживать он уходит от деревяшки своей от своей такой заданности и так худсовет программы короли эпизода обсудил пять ролей в исполнении станислава чекана роль пограничника в фильме застава в горах роль сабадажа в детективе два билета на дневной сеанс роль капитана в драме вступления роль рецидивиста фильме верьте мне люди и роль капитана милиции в комедии бриллиантовая рука сейчас каждый член худсовета назовет лучшую роль сыгранную станиславом чеканом я выбираю конечно вступление я выбираю вступление потому что там наиболее интересный и там наиболее загадочный скажем так ну я сразу скажу что это бриллиантовая рука безусловно бриллиантовая рука потому что если говоришь станислав чекан первое что скажут ну 95 человек из 100 все скажут бриллиантовая рука и будут улыбаться конечно не хочется чтобы о нем было только такое представление но это сургант эпизод вступление да вступление пожалуй там очень мощно все проявилось ну давайте на бриллиантовую руку потому что я я люблю артистов которые работают в комедийном жанре вот чекану надо аплодировать мнения худсовета разделились и сейчас все будет зависеть от того какую роль выберет виктор мережка она и станет лучшей ролью станислава чекана в нашей программе для меня самая интересная работа это и конечно во вступление игоря талантин а сургант здоров ну садись в гости будешь ешь сынок давай рубай компот нет нет мне довольна честное слово мне довольна что значит довольна на то и праздник чтобы выпить не могу больше но если я очень попрошу и и Субтитры создавал DimaTorzok